Всем здравствуйте! Сегодня наш рецепт для любителей вкусного десерта. На нашем канале недавно совсем мы разместили рецепт треснутого шоколадного печенья. И было много комментариев. В одном из комментариев нам написали о том, что треснутое печенье вкусное еще с добавлением лимона. Мы знаем этот рецепт тоже и решили поделиться. Надеюсь, что вам он тоже придется по вкусу. Для приготовления треснутого лимонного печенья нам потребуется 2 лимона, 2 яйца, 300 граммов приблизительно муки. Будем смотреть в процессе замешивания. 160 граммов сахара. Сахарную пудру ориентировочно около 100 граммов уйдет на обмакивание. И 100 граммов размягченного сливочного масла. Плюс 1 столовая ложка разрыхлителя для теста. Начнем с того, что с 2 лимонов мы цедру натрем на мелкой терке. А из 1 лимона выдавим сок. Цедра с двух лимонов натёрта. Вот такая вот она получилась. И она придаст вкуса и цвета печенью. И теперь будем делать сок из одного лимона. Сок выдавили. Я его выдавливала вручную. Можно при помощи тоже ручной соковыжималки это делать. Можно при помощи блендера. Как вам удобно. Сок я пока отставлю в сторону. Я беру емкость с натертой цедрой. И сюда начну добавлять яйца. И постепенно добавляя сахар буду взбивать до однородной массы. Яйца добавляю по одному. Разбивая в отдельную емкость. С тем, чтобы не попалось подпорченное яйцо. Или яйцо с кровью. Вот таким вот образом. Два яйца я сюда добавила. и добавляю немного сахара. И начинаю взбивать. Взбиваю на небольшой скорости. С тем, что важно, чтобы всё смешалось в единую массу. И сахар я буду добавлять постепенно во время смешивания. Мы получили вот такую однородную массу лимонную. И сюда небольшими порциями буду добавлять сливочное масло. Размягченное предварительно. Сливочное масло придаст тесту мягкости уже в конечном продукте. Вот добавляю понемногу и взбиваю. Вот таким вот образом это выглядит. Я выключаю периодически запись с тем, чтобы не было шума. Добавляю новую порцию масла. Продолжаю взбивать. Масло комнатной такой температуры размягченное, поэтому взбивается достаточно легко. Ну вот так вот взбита эта часть нашего теста. И теперь мы вольём сюда сок. И продолжим взбивать. Постепенно добавляя ещё сюда и разрыхлитель. Одна столовая ложка. Смешали с соком. Добавляем одну столовую ложку разрыхлителя теперь сюда. И продолжаем замешивать. Всё уже в принципе. Сейчас мы начнём понемногу добавлять муку. Муку нужно предварительно просеять обязательно. И будем смотреть уже. Мы взяли 300 граммов по консистенции теста. Добавляем муку и перемешиваем на небольшую скорость. Вот таким вот образом постепенно муку добавляем. Когда уже будет густое тесто, я перейду к замешиванию руками. Заканчиваю замес. Вот такое вот у меня получилось тесто. Я к 300 граммам муки добавила ещё 2 столовые ложки. Но я думаю, здесь будет зависеть от того, насколько крупные яйца или насколько большой или средний или маленький лимон вы возьмёте. Попробовала тесто. Вообще сказка. Знаете, я бы его, наверное, таким съела. Тем более знаю, что тесто не вредно, вреден чай. Потому что с ним именно печенюшки надо кушать. Это шутка. Я вспомнила просто анекдот, который когда-то рассказывала. Сейчас я беру это тесто, выкладываю его в полиэтиленовый кулек или можно в полиэтиленовую плёнку и на 40 минут в холодильник. Если вы хотите, чтобы было побыстрее, можете в морозильник минут на 20-30 положить. После чего можно будет готовить уже печенюшки. А я пока подготовлю противень и разогрею духовку. Достала тесто я через 40 минут. Оно остыло. И теперь буду отсюда брать, делать, формировать шарики, обмакивать их в сахарной пудре и помещать на противень, который предварительно я накрыла пергаментной бумагой. Размещать нужно будет на расстоянии где-то 5-6 сантиметров друг от друга, потому что они раздадутся во время печенья. Ну и начинаю формировать шарики. Делаю их где-то вот такого размера. Обмакиваю хорошо в пудре и помещаю на противень. Хочу отметить сразу, что вот мы положили 160 граммов сахара. Вы можете положить и меньше. Это уже на ваш вкус. Если вы не любите сильно сладкое, вы можете уменьшить дозу сахара. Тем более, что они в сахарной пудре. Но на вкус тесто получилось отличное. Такое кисло-сладкое за счет лимонного сока и лимона. Ну вот где-то я на вот таком вот расстоянии друг от друга кладу. Ну сейчас я сделаю остальные и потом покажу уже общий вид. Вот приблизительно на таком расстоянии я разместила печенюшки. Смотрите. Между ними где-то 5-6 сантиметров. Отправляю в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. В духовке они будут стоять ориентировочно 15 минут. Пока потрескаются, это будет видно. Если мы хотим или вы любите, чтобы они были подрумянины сильно, значит делайте дольше. Но в этом случае они не будут такие мягкие внутри. Это уже кто как любит. Я постараюсь вынуть через 15 минут. Вот такие печенюшки получились. У нас мы вынули первый противень. Сейчас немного остынут. Мы переложим на тарелку и посмотрим, какие они внутри. Вот наши печенья. Из обозначенной нормы у нас получилось 18 вот таких печенюшек. Причем вначале я их делала поменьше. Вы видите, они вот такого вот размера. А потом уже во второй противень я сделала чуть покрупнее. И посмотрите, они насколько раздаются. Поэтому если вы хотите делать вот такие крупные, как прянички, можете делать крупнее. Можете делать поменьше. Уже можем мы пить чай и закусывать печенюшками. Присоединяйтесь к нам. Делайте с нами наше лимонное треснутое печенье. Мы сейчас будем пить чай. Вот такое вот, посмотрите, оно внутри. Видна лимонная крошка. Очень ароматный запах на всю кухню. Приятного аппетита! Оставайтесь вместе с нами. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока! Ах, вкусно!